Алло, Вадим, ты где? В смысле, в офисе. Как совещание? Ну, у меня все готово. Таня с Ромой уже подъезжают, звонили. И что делать? Ты горячим успеешь хотя бы? Хорошо, жду. Кто там? Привет. Привет. Я соскучилась, у меня для тебя есть новость. Потом, потом. Потом. У меня сегодня сейчас. Хорошо, очень важно. А что случилось? Спасибо. Я сегодня сделала тест. Я беременна. Вот так можете. Вадим, я не хочу на тебя давить. Я тебя очень сильно люблю. Правда. Ты прекрасно знаешь, как долго я мирилась с положением любовницы. Ну, так дальше продолжаться не может. Я теперь в ответе не только за себя, но и за малыша. Малыша, я не хочу, чтобы он родственник, понятно кем, при живом отце, который женат над другой женщиной. Ты должен что-то решить. Ты знаешь, я, я всегда мечтал о мальчика. Правда? Угу. Я уверен, что будет мальчик. Я тоже так думаю. Сын? Класс. Береза, спасибо тебе большое. Большое. Я так люблю. Спасибо. Ну, выходите. Спасибо. Спасибо. Поздравляем тебя с днём рождения. Спасибо. Спасибо. У тебя самый прекрасный возраст сейчас. Точно, как в анекдоте. Сорок лет удивительный возраст. Одна подруга стала бабушкой, вторая ушла в декрет. Святые дарили. Спасибо. Ну, проходите. А, давайте выпьем. Сейчас выпьем. Пойдём. О, вкусненько пахнет. Да. Проходите, садитесь. О, как красиво. А что это, рыба? Это лосось с каперсами. Вау. Рома, ты что, за голодного края, что ли, а? Ну, подождём хотя бы хозяина. Ладно, пока хозяин задерживается, ну, можно начинать уже закусывать. Ну, не знаю, я бы Вадима подождала. А мне кажется, я пришёл. Дорогая, я дома. Я пойду. Пойдём, пойдём. Привет. С днём рождения. Это тебе. Ух ты, спасибо. Ну, чего вы там так долго, Мариш? Идите к нам. Мы вас ждём. Добрый вечер. Добрый вечер. Простите за опоздание. Ничего. Добрый вечер. Форс-мажор. С именинницей. Спасибо. Так. Днёмочку. Ну что, днём рождения? С именинницей. С именинницей. Спасибо. Ура. Спасибо. Ой, слушайте, у меня же там горячее. Я пойду сейчас достану. А, мы пока выпьем? А, ну давай. Давай. Папа. За борта не заплывай. Так, дайте место, место, место мне дайте. Смотрите, красота какая. По дичь надо выпить. Ну-ка, давай рюмочку. Вау, ребятки, у меня есть тост. За ваш изумительный дом. И за ваш прекрасный брак, ребята. Спасибо. Спасибо, спасибо, дорогие. Спасибо. Класс. Так, уточка, уточка. Я шампанского ещё принесу. О, шампанское, это хорошо. Да. Ты бы хотя бы чередовал, там, закусил бы и выпил. Сейчас. Извините. Алло. Алло, Марин, привет. Это Света. Я не слышу, кто? Ну, сестра твоя, помнишь, мы виделись, когда отца хоронили? Ты мне этот номер дала. А, я немного занята сейчас. Марин, я просто у вас тут на вокзале, а мне идти некуда. А зачем ты приехала? Ну, мне с ребёнком в больницу нужно, и можно, пожалуйста, у тебя приночевать? Марин, ну, где ты там? Давай, беззименинницы не наливай. Да. Что такое, ел? Ну, шампанское. Алло, Марин, так, так чё, можно приехать? Перезвони мне через две минуты. Ага, хорошо. Ну, ну, чё ты гостям не наливаешь? Наливай. А я за десертом схожу. Давай. Наливай. Друзья, сейчас. Здравия. Алло, Марин, так чё, мне можно приехать? Ты запомнишь адрес? Коттеджный посёлок, Полянка, улица Весенняя, дом 10. Бери такси, приезжай. Это пригород? Да нет, наверное, это далеко, у меня денег на такси нет. Я заплачу за такси. Спасибо тебе, сестрёнка. До встречи. Пойдём. Ребята, спасибо огромное, что пришли. Ну, что ты, Мариша, тебе спасибо, что пригласила. Спасибо тебе, мне приятно. За мной поздравить. Спасибо. Ань, Марин, с днём рождения. Мариш, каждая избушка своей погремушки. Счастливо. Тихо там. Подожди, подожди. Нам надо с тобой кое-что обсудить. Да, ты права. Нам действительно нужно с тобой поговорить. Я не хотела при гостях. Короче, сегодня к нам приезжает моя сестра. Твоя кто? Моя сестра. Дочь моего отца от второго брака. Ну, я её один раз в жизни видел. Ну, помнишь, я тебе рассказывала, ну. А, и ты пригласила её? Ну, ей больше никуда идти. А что ей нужно? Небось, денег? Ну, я не думаю. Она вроде бы с ребёнком. Ну, просто и хотя бы до завтра у нас побыть. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ладно. Только не впутывай меня. Я к себе в кабинет. Чего себе? Это правда твоё всё? Пойдём. Вот туда. Вот туда. Ну, ладно, походи. Ничего себе! Класс! Ну, да и устроилась. Одна комната больше, чем вся моя квартира. Класс! Слушай, а можно я поем? Поешь, конечно. А сколько ему? Это девочка. Два месяца. Как её зовут? Соня. Отец есть? Ну, конечно, есть. Только не знаю, кто он. Он, что ты так смотришь? Ну, было дело по случайному залёту. Ну, теперь думай, кто он. Да, бабор сделала. Если бы время Вова не упустила. Дура. Всё равно её кормить и растить не на что. У нас в городе даже кассиром не устроишься. Ты сказала, что вы приехали в больницу. Что-то серьёзное? Нет. Ну, обследование сделала. А куда направили? Я не знаю. Ну, там бумажка всё записана. А где вообще жить планируешь? Вы же обещали? Палату. Специальную. Для матери ребёнка. Слушай, я так устала. Ладно. Утро вечера мудренее. А давай я тебя постелю сейчас в гостевой комнате. Хорошо? Приходи. Нет, ещё не поговорил. Ну, всё-таки у неё сегодня день рождения. Дай мне время до завтра. Я люблю тебя. И ребёнка тоже. Всё, целую. Извини. Слушай, а Свету с ребёнком положила в гостевой комнате. Хорошо. Ну, уже поздно. Пошли спать. Ты иди, ложись. Я чуть позже к виду. Пошли спать. Спасибо. Спасибо. Доброе утро. Доброе. Ты спал сегодня в кабинете. Ты вообще меня избегаешь в последнее время. На работе задерживаюсь. Что происходит? Я полюбил другую. Она беременная. Мы ждём ребёнка. И давно ты с ней? Какая разница? Про ребёнка узнал вчера. Если это так важно. Спасибо, не испортил мой праздник. Слушай, не начинай. То есть тебе не интересны мои чувства? А тебе мои? Мариша, мне уже сорок лет. У всех нормальных людей уже взрослые дети. А что у нас? Вот что у нас с тобой? Ты не можешь меня упрекать в том, что у нас нет детей. Ты же знаешь, как я лечилась. Как я ходила по врачам. Ты всё знаешь? Марин, у меня будет сын. И я, наконец, буду счастлив. Расскажи ты своей сестре, чтобы это прекратилось. Да. Расскажи ты своей сестре. Она что, сбежала? У неё телефон-то нет, она мне из автомата звонила. Я... Ладно, я в офис. Надеюсь, к вечеру ты разберёшься с ребёнком. Моя ребёнок. Давай разбираться. Девочка. Два с половиной месяца. Моя знакомая сказала, что её зовут Соня. Это не имеет значения. Всё, что нужно для акта, это возраст, пол и обстоятельства подкидывания. Я правильно поняла? Случайная знакомая просто оставила ребёнка у вас в доме. Я покормила её перед отъездом. Да вы не волнуйтесь. Они у нас тут не голодают. Всё, от меня больше ничего не нужно. Ничего не нужно, может идти. Спасибо. 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 А вы что-то забыли? Да, я забыла. Если честно, я забыла ребёнка, я вам соврала. Это никакой не чужой ребёнок, это моя племянница, я... Ну, вы хоть понимаете, что это ребёнок? Это не модная сумочка. Если вы хотите оставить её себе на законных основаниях, вам придётся собрать уйму документов. Я всё для этого сделаю, я её не брошу. По закону, если в течение полугода биологическая мать не заявит права на эту девочку, вы можете её удочерить. Я могу Соню забрать. И вы хорошо подумали. Да. Ты не придумала ничего лучше, как оставить ребёнка тоже. Тише. Она моя племянница. Но она может стать тебе обузой. Я решила, в детдом я её не отдам. Марина, я сейчас развиваю бизнес, и мне нужны деньги. Ну, давай продадим этот дом. Он не очень важен, дорог, мне будет тяжело это сделать. Ну, давай, нам обоим нужны деньги. Ну, я не могу его продать. Он заложен. В смысле заложен? Ну, ты же помнишь, этот дом оформлен на мою маму? Я просто, ну, решил не ставить тебя в известность. Я понимаю. Ничего мне не светит после развода. Казинника. Ты же помнишь, что я продала свою квартиру и вложилась в этот дом. Помнишь? Ну, как ничего не светит? Я готов купить тебе небольшую квартиру и оставить определённую сумму наличными. Я уеду на несколько дней. Ты можешь пока пожить здесь с ребёнком, если ты решила оставить. Ну, пока я не решу квартирный вопрос. Пойду вещи соберу. Пойду вещи соберу. Пойду вещи соберу. И всё. Пойду. Так. Справка об отсутствии задолженности есть. Справка об отсутствии судимости. Да, вот она. Акт об откидывании. А где ещё одна печать? Какая печать? Слушайте, вы издеваетесь, что ли, а? Я уже неделю хожу по кабинетам. Ребёнка подкинули. Ребёнка подкинули, акт составили. Только при наличии заключения, которое мы выдаём, исключительно по факту предоставления полного комплекта документов. Понятно. А где получить эту квадратную печать? Идите к Шаталиной. Ну, а куда к Шаталиной? Шаталина, Наталья Игоревна, 102 кабинет. Поняла, спасибо. Пожалуйста. До свидания. Алла. Слушайте, я вас сразу предупреждаю, я никуда не уйду без печати. Не кричите. Какая печать? Квадратную. Здесь нужно на акте подкидывания. Ставьте. Да. Устроили мне квест. То им квадратную, то им какую-то круглую, то ещё треугольную надо ещё. Ставьте. Мариш, ты... Вот эта встреча. Господи, ты совсем не изменилась. Ты же голос такой же. Катаха. Ой, а ты вот тут вот. Да. Да. Уже пятнадцатый год. Подожди, тебе аж в классе прочили научную карьеру. Ну, я поняла, что наука это не моё. Слишком долго надо ждать результат. Слушай, если ты такая быстро, скажи мне, почему я неделю, как с Аврацкой, я бегаю с этими бумажками, и у меня... М-м-м... Так... Это есть... Слушай, так ты... Ты решила усыновить? М-м-м... Пожалуйста. Слушай, а мне не будет вот проблем с этими закорючками, вот... А? Вот мои рабочие мобильные телефоны. Звони, если проблемы будут. Мариш, так... Спасибо тебе, спасибо. Нет, совсем нет. Ачи, ачи, а поговори. Нет времени. Марин! Целую, целую, люблю. Пока. Увидимся. Я дома! Привет, милый. А почему меня никто не встречает по собой? Я занята. А мы что, под это рассыпаемся? Да, в твой прекрасный загородный дом, в котором сейчас наслаждается жизнью твоя жена. Пока мы уйдемся друг у друга на голове. Но ей пока некуда переезжать. А я не могу и не хочу больше ждать. У нас семья, нас почти трое. Она одна сидит в хоромах. Я должен подобрать ей квартиру. Вот, но пока то, что я видел, думаю, ее не устроит. Ну, меня тоже не устраивает жить в городе и дышать этим смрадом. Нам с малышом нужен свежий воздух, нужен простор. Понимаешь? Ну, да, ты права. Тогда переезжаем. Марина, привет. Я квартиру нашел. Ты не могла бы завтра посмотреть? Привет. Да, привет. Да, привет. Зараз нажаливает сотни звездок из вашим абонентом. Ну что, раз вас все устраивает, то мы можем приступить к работам по закладке фундамента. А как быть с прудом? Пруд я не вижу никаких проблем. Голые стены? Ты сам-то видел это, с позволения сказать, жилье. Ну, знаете, я хотел бы, чтобы пруд остался, ведь это мне очень дорого, если... Вадим, ты профи, ты понимаешь, что такое квартира на нулевом цикле. Ты знаешь, сколько средств нужно вложить, сколько нужно денег, времени. Марина, ты что, не видишь? Я с человеком разговаривал. Подождите, пожалуйста, нас в коридоре. Что же я тебе позволяю? Ну, мы разводимся, понимаете, делим совместно нажитое. Пожалуйста, простите. Я понял. Так, извините, я подожду в коридоре. Извините, пожалуйста, я сейчас все уложу, и мы вернемся к нашему проекту. Ты что, совсем совесть потеряла? Это ты ее потеряла. Ты от меня хочешь откупиться этой коробкой, понимаешь? Я два часа потратила на то, чтобы приехать, посмотреть на голые стены. Я оставила ребенка с соседкой. Все, что могу. Да? Да. Тебе придется согласиться на эту коробку, если не хочешь остаться на улице. Я завтра перевожу Вику в дом. Ух ты. Интересно как. А что по поводу денег? Мне придется снимать квартиру. Мне нужны будут наличные. Да, кстати, по поводу денег. Та сумма, о которой мы договорились, она немножечко изменилась. Немножечко. Да, я даю тебе одну половину, а вторую ты забираешь у своей подруги Тани. Если не ошибаюсь, она уже пять месяцев отдает. Прямо вот так? Вот так? О-о-о! Да. Конечно, правые люди, правые. Какие люди? Ну, те, которые вот придумали пословицу. Хочешь узнать своего мужа. Разведись с ним. Знаете, вам нельзя начинать закладку фундамента. В смысле? Надо сначала пруд осушить на участке. Да, но я хотел, чтобы пруд... Это невозможно. А Вадим... Вадим не прав. Пруд будет подтапливать фундамент. Понимаете? Все, идите хозяин, кабинет свободен. Идите. Спасибо. Привет. Пересчитай. Ну, зачем ты так? Ты потребовала вернуть тебе долг. И я хочу, чтобы ты убедилась, что я вернула от тебя все до копеечки. Ты же знаешь, я никогда бы не попросила тебя вернуть деньги, если бы не обстоятельства. Знаешь, я бы не унижалась перед тобой и не просила бы у тебя взаймы, если бы не обстоятельства. Мне казалось, что мы подруги. Ой, только не нужно строить из себя страдалицу. Ты думаешь, ты думаешь, тебе одной муж изменил? Да мужики все изменяют. Мне мой Ромка не раз рога наставлял. Ну, че? Семью я сохранила. Ты молодец. Да уж, не то, что некоторые. Я в сорок лет одна не останусь. И не думай, что я стану тебя жалеть. Теперь поймешь, каково это жить, как все. Вот, сыночка, мы здесь с тобой будем пока жить. По крайней мере, есть и шторы на окнах, и вон шкаф какой. Ой, моя такая. Да, да, да. Мы обязательно перешагну вот на его цикл. Да, 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 да. Все у нас с тобой будет хорошо. Все. Ну, плащ. Ну, плаща на эту работу. Все с тобой будет хорошо. А у тебя здесь гораздо уютнее, чем у меня. Даже не знаю, что бы я делала, если бы я тебя не встретила. Да ладно, справилась бы как-нибудь. Ну. Нет, не замужем. И детей нет своих. Зато чужими занимаюсь. Вот, собственно, на них все силы и уходят. А я, слушай, поступила в институт. Встретила Вадьку. Влюбилась. Он меня замуж позвал. В общем, там такое завертелось. Мариша, Сонечка. Да, я все понимаю. Школьная дружба, она недолговечная. Пути разошлись. Дружба закончилась, да. Засиделась я домой пора. Мне еще документы вычитывать. Вогу, дожди. Ну что? Скажи, как ты думаешь, у меня получится? Ты про работу. Да нет. За работу я не волнуюсь. Я архитектор. Я переживаю, у меня получится стать мамой. А у тебя есть выбор? Нет. Кстати, рекомендую немедленно озаботиться выбором няни. Да, да, да. Хорошую няню найти сложнее, чем хорошую работу. А ты знаешь, я думала, это несколько преждевременно. Ну, да, наверное, стоит начать искать няню. Ты, когда оформишься на работу, набери меня сразу. Догоримся о встрече и просмотрим все документы, прежде чем отдавать их комиссии по усыновлению. Поняла? Так, ну все, дорогая, я побежу вам. Да, Дарья. Ну что еще? Я так тебе благодарна. Ты совершенно не обязана мне помогать. Мариш, ну я же помогаю тебе не потому, что мы когда-то дружили. Девочке нужна мать. И чем скорее ты ее станешь на законных основаниях, тем лучше для Сонечки. Спасибо. Так вы, получается, 20 лет не работали по профессии? Ну, иными словами, без опыта работы. Ну, я какое-то время помогала своему мужу, он у меня тоже архитектор. Да, а как фамилия вашего мужа? Хаиров Вадим, там все есть. А так я знаю его. Мы с ним даже встречались пару раз на выставках. Так, Мариночка, познакомьтесь, это мой зам, Юрий Столяров. Девушка хочет на нас работать. Девушка? М-м-м. Сколько лет девушке? Сорок, сорок. Я без опыта работаю, но у меня есть диплом. М-м. А что заставило вас думать, что вы нам подойдете? Надежда. Надежда, знаете, мне очень нужна работа, и, честно говоря, мне уже все отказали. Одни основания. Возраст, отсутствие опыта, но есть же какой-то испытательный срок, я могу. Могу. Простите. Погодите, Марина, погодите. Если вам и правда везде отказали, как вы говорите, я готов вам дать что-то, ну, что-то вроде тестового задания. Вот справитесь, я беру вас. А задание такое, спроектировать дом капризному заказчику. Серьезными запросами, но со средними финансовыми возможностями. Предупреждаю сразу, на этом проекте погорели уже три архитектора. Хитрый заказчик. За три копейки хочет канарейку. Вот здесь вот все данные. Завтра в десять утра на летучке. С черновым вариантом проекта. Спасибо. До завтра. Ты добреньким решил побыть. Ну, зачем она нам нужна? Ну, а вдруг у нее получится? Ну, я не верю в чудеса. Посмотри бумаги. Это срочно. К сожалению, да. Там отчеты, завтра налоговую сдавать. Ненавижу эти бумажки. Ну, ты же генеральный директор, без твоей подписи никак. Вот был бы я генеральным, тебе бы не пришлось вникать во всю эту бумажную волокиту. Я бы занимался финансовым делом производством, а ты исключительно творчеством. Ты как думаешь, получится у Маринки? Ну, ты же потому что, Я трогаю. Я трогаю. Я не знаю, что ты сделал. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так вы еще и мама? Мама, я без опыта поэтому опоздала. Опоздание я не потерплю ни от кого. Ну уж я приехала, может посмотрите мой проект. Вот, пожалуйста, мне кажется, я знаю, на чем можно сделать упор. Вот смотрите. Вот так. Смотрите, существенно сэкономить бюджет нам поможет мелко заглублённый фундамент, видите? Так, вот. И он вполне сойдёт для каменной постройки небольших габаритов. Мне кажется, даже самый капризный заказчик будет доволен. Дёшево, красиво, быстро. Хорошо, оставляйте свой проект. Я вам сегодня перезвоню. Правда? Спасибо, я соберу. Простите. До свидания. Всего доброго. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Завтра приходите, будем оформляться. Только, пожалуйста, не опаздывайте. Спасибо. Спасибо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Отметим? Мне нужна благодарность. Постарайся сделать счастливой одну конкретную маленькую девочку. ПЕСНОК В ДВЕРЬ ПЕСНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ПЕСНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ага, да, Бяка. Ой, Бяка какая, Бяка. Всё это скоро отмоеться. Мы с тобой переедем. Да? Красота? Красота? Чаёк. Приятного аппетита. Спасибо. Милая, а ты не забыл мне денежку на карточку положить? А то что-то смс не пришло. Я же ещё вчера вечером говорил, что переслал, но не знаю, смс может запаздывает. Ммм, может. А что ты читаешь? Ну так, по работе. Ясно. Наверное, это Ага. Да. Спасибо. Ты, может, Пашку разбуди, уже завтракать пора. Да пусть поспит немного. О, мне уже пора. Поцелуй его за меня. Хорошо, а меня кто поцелует? Нет. Так, хорошего дня. Спасибо. Люблю тебя. Пока. Спасибо. 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 Ау! Есть кто живой-то, а? Ой, ты мой маленький. Привет, привет. Где хозяин? Ау! Ау! Здравствуйте. Здрасте. Прошлый раз забыл спросить, ваше имя? Меня зовут Андрей. А, не доверились моему совету, Марина. Так вот, поверил вашему Вадиму. Залил фундамент, меня стало подтапливать. Вот сейчас с адвокатом решаем, как бы нам вернуть наши деньги. Так что вся надежда на вашего Зарубина. Я надеюсь, он мне прислал высококлассного специалиста. Комплименты оставьте на потом. Так, покажите мне участок, мне нужно понять масштаб катастрофы. Понимаете? А если вам так важно, мы можем все восстановить заново, чтобы нам не подтапливал вот здесь вот фундамент. Знаете что, я предлагаю встретиться сегодня вечером и обсудить все. Я знаю одно чудесное место. Нет, если вам не нравится слово свидание, вы можете считать, что мы с вами будем беседовать о технологии восстановления искусственного пруда. Куда за ним заехать? Маринка, привет! Слушай, еле нашла тебя. Я заезжала туда, где ты жила раньше, так мне твой Вадим сказал, что... А ты что здесь делаешь? Я за дочкой своей приехала. Слушай, еле нашла тебя. Маринка, привет! Слушай, еле нашла тебя. Я заезжала туда, где ты жила раньше, так мне твой Вадим сказал, что... А ты что здесь делаешь? Я за дочкой своей приехала. А у тебя есть дочка? Ну, может быть, ты мне разрешишь сначала все объяснить? Ну, давай не здесь. Пошли в квартиру поговорим. Заходи. Вера! 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 Тише. Сонечка спит. Немного капризничала за обедом. Ну, заснула быстро. Ну, хорошо. Мы нам сегодня больше не нужны. Спасибо. До свидания. Ну, отдыхайте, отдыхайте. Ну, да, квартира хоть не та, что раньше. Что, муж из дома выдал? Да ладно, я шучу. А ты няню нанимаешь. Много работаешь? Да, много. У Сонечки режим. А я теперь тоже работаю. Да, и с мамой помирилась. Так что она теперь поможет мне воспитывать Сонечку. А два года назад она это не хотела? Ну, я просто испугалась, что не справлюсь. Ну, и потом увидела твой богатый дом и поняла, что Сонечке будет лучше у тебя. А сейчас, ну, я не знаю, совесть самую чулую. Прости меня, сестренка. Какая тебе, сестренка? Я тебя вижу в третий раз в жизни. Надеюсь, последний. Ну, я же хочу все исправить. Да что ты? А тебе кажется, так можно, да? Потупить глазки и все наладится? Нет, конечно, я понимаю, что очень многое должна буду сделать для Сонечки. Я денег скопила. Денег скопила. Мамочкой захотела стать. А помнишь, как ты мне про аборта рассказывала? Я просто глупая была. Ну, послушай, Соня моя дочь. Чаю попей. Хорошо видишь, читать умеешь. Соня моя дочь. Моя. По закону. Ты к ней никакого отношения не имеешь. Мой номер телефона. Если передумаешь, звони. Мама. Мама. Утой. Мама. И тебе. Мама. Мама. Я иду. Я иду, Макунуши. А, проснулась уже. Ай, ты горишь. Ой, все, горишь. Подожди. Привет, Маришка. Ну, если дочка приболела, конечно, завтра можешь попозже приехать. Пусть выздоравливает. Я сейчас на объект уеду. Ты вопрос с арендой уладил? Насколько я помню, нам через несколько дней договор продлить надо. Не волнуйся, все сделаю как надо. А, ладно, раз ты у нас теперь генеральный директор, тебе и карты в руки. Да-да, я бегу-бегу. Если что, я на связи. Привет. Как твой день? Паршиво. Чего? Потеряли двух клиентов. Ходят слухи, что мы завалили проект с прудом на участке. Помнишь? Угу. Печалька. Ну, не переживай, найдешь новых клиентов. Чем мы занимались сегодня? Здорово. Мы прогулялись по торговому центру, зашли в магазины, затарились, посидели в ресторанчике, мороженое съели. Ммм. Купила новый парфюм? Да нет, просто понюхала пару новых ароматов и все. Рисковатый. Не женский. Именно поэтому я его не купила. Ладно, пойду готовить ужин. А что, ты еще не приготовила его? Нет, прости, не успела. А вы давно приехали? Пару часов назад, просто я себя как-то неважно чувствовала, поэтому ничего не успела сделать. Привет, Павелка. Ну что, с мамой мороженое ели сегодня? Нет. А если честно? Нет. Кашли. Никаких высыпаний на коже не проявлялось? Нет. Ну что с ней? Симптомы, похожие на грипп, однозначно госпитализировать. Марин, привет. А что случилось? У меня ребенок заболел, наверное, грипп мы поехали в больницу. Помочь чем-то? Нет. Давай я вас отвезу. Нет, не на скорую, спасибо, прости. Настя. Настя. Вадим, я устала сегодня. Устала чего? По магазинам ходить? Ну что там грубо? Ну ты уже который месяц вот так устаешь по вечерам. Просто мы женщины, немножко по-другому устроены. Может ты не будешь в телефоне сидеть, когда со мной разговариваешь? Я буду спать у детска. М-М-М-М-М-М-М-М-М. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Послушайте, а вы что, не уехали еще домой? А надо уже. Вы думаете, мы уже диагноз поставили? Нет, только анализы сделали. Слушайте, езжайте домой и хорошенько вы избегитесь. Это лучшее, что вы сейчас можете сделать. Да, я поняла. Я поняла. Я буду сегодня поздно. Надо заехать на объект. Мог? Знаешь, я вчера вел себя не лучшим образом. Хорошо, что ты понял. Я постараюсь больше не совершать таких ошибок. Хорошего дня. Спасибо. Пока. Аутоиммунное заболевание крови. Боюсь, что нужна будет срочная операция по пересадке костного мозга. И, к сожалению, в нашей больнице таких операций не делают. Соберитесь, пожалуйста. Вам нужно срочно перевозить девочку в центр детской гематологии. Если они подтвердят, что у них есть свободное место. Сейчас идите в 102 кабинет. Будете сдавать анализы на предмет донорской совместимости. Ну что, Павлуш, поехали на прогулку, да? Абул Вася. Абул Вася, молодец. Алло. Привет. Ну что, ты сегодня в свободе? Ой, на работе допоздна. Ну что, Толя, какой развод? Он так долго хотел сына, а мы с тобой его ему подарили. До встречи на нашем месте. Целую тебя. Поехали. Молодец. Ты же онулся. Какой ты чемпион. Добрый день. Я бы хотел сделать тест ДНК на отцовство. Да, и кресло это уберите, оно мне никогда не нравилось. А что здесь происходит? Я делаю перестановку. В моем кабинете? В твоем? Это мой кабинет. С того момента, как я стал генеральным директором, я переподписал договор на аренду этого помещения. Юр, ты это серьезно? Не ожидал от тебя такой подлянки. Ты что же, ты долго готовился, план составил. Освободите помещение, не мешайте работать. Что вы, думаешь, сам справишься? Ты же ни черта в архитектуре не понимаешь. Троечник. Изголовали отсюда, пока полицию не вызвал. Алло, Марина, что-то срочное? Мариночка, кстати, скажи ей, чтобы больше не приходило. Я сам займусь ее проектом. Держи. Послушайте, Марина, тут такое дело. Простите, я ничего сделать не могу. Мне жаль. Какой же ты гад, Юра. Воистину, бедный родственничек. Ребят, ребята, проводите этого господина. Он здесь больше не нужен. Ну вот. Ай, нет у меня знакомых в ЦДГ. Доктор, не переживай, что-нибудь придумаем. Плохие новости и результаты готовы. Несмотря на родство, вы не подходите в качестве донора. Значит, нужно искать стороннего донора? Стороннего донора искать займет время. А время в данном случае работает против девочки. Это не все новости. В ЦДГ в данный момент нет свободных мест. Господи. Ну, а если донор найдется? Это не решит проблему с койками в ЦДГ. Но в любом случае, это лучше, чем если донора вообще не будет. Извините. Доктор, минуточку. Извините, пожалуйста. Привет, Индий. Ну, если честно, все плохо. Подождите. Ну, что это? Пейте, пейте. Это от вас шуковникам придаст вам силу. Спасибо. Первый раз в жизни, я не знаю, что мне делать. Зато я знаю. Завтра с утра пораньше я позвоню своему приятелю. И попрошу его, чтобы он устроил вас с девочкой в ЦДГ. Спасибо. Никогда не плакала на людях. Простите. Бывает. Вам больно, вы... Вы не стесняйтесь от этого. А теперь я отвезу вас домой. И не спорьте со мной. Субтитры сделал DimaTorzok Зараз нажали ведь сотни звезуги с вашим оппонентом. Скажу откровенно, свободных коек у нас почти не бывает. Их просто гораздо меньше, чем больных детей. Но вам повезло, что за вас попросил такой уважаемый человек, уже много лет помогающий нашему центру. Но вы должны понять, что мы не боги. Главное сейчас для вас это найти донора. Знаете, мне кажется, я его уже нашла. А, сейчас. Алло, алло. Ты подъехала? Я сейчас спущусь. Ну, ну, ну. Сонечка, привет. Привет. Как дела? Ничего, слабенькая. Много спит. Меня на Рызове понаделали. Я и названий таких не знаю. Да. Ну, ты, малыш. Кать-кать-кать-кать. Привет. Привет. Сонечка. Вот, только-только освободилась. Какие новости? Ну, ждем, что анализы скажут мои. Наташа, это Света. Это моя сестра и родная мама Сонечки. Пусть приятно. Что? На мне узоры растут? Узоров на тебе нет. Скорее, перья, как у всех кукушек. Ясно. Нотации будете читать. Ты что здесь делаешь? Наташа, я специально пригласила Свету. Пождем результатов на предмет совместимости с Сонечкой. Вообще-то я приехала за тобой. Но тебе надо отдохнуть. Марина, правда, езжай. Я с Сонечкой посижу. Поехали, поехали. Марина, ты уверена, что ее можно оставить? А? Если что, звони. Обязательно. Малышка? Идите, идите, идите. Пойдем, пойдем. Что? Ситуация с донором безвыходная, раз она здесь. Она все согласна, лишь бы Сонечка поправилась, прости. Алло, алло, да, Андрей? Слушайте, я вас даже не поблагодарила за Соню. Увидеться? Ну, давайте. Ну, какое увидится? Тебе поспать бы. А, Господи, можно хорошему человеку сказать спасибо за то, что устроила Сонечку сюда. Ну, решать тебе. Я не знал, что вы предпочитаете, поэтому взял с него по чуть-чуть. Оказывается, я голодная. Это очень хорошо. Спасибо. Это значит, все системы организма в норме. Послушайте, может, вам еще какая-то помощь нужна? Ну, там материальная. Нет, нет, нет. Все упирается в донора, а не в деньги. И у меня последняя надежда на маму, родную маму Сонечки. С ней проблем не будет. Ну, я ее позвала, она приехала. Вы о моем проекте даже не думайте. Я ждал два года, подожду еще. Знаете, меня уволили. Как уволили? Почему? Так, уволили. Долгая история. Родственник начальника, он хитростью завладел офисом, и... Я ему не очень нравилась. Поэтому уволили. Нет, я работаю только с вами, точка. Да? Да, а если этот родственник мне позвонит, я укажу ему правильное направление. Так, у меня же где-то здесь десерт. Да, вот так вот. Спасибо. Вот мы приехали домой, и папа нас встречает. Привет. А это что? Это чемоданы. Чемоданы с твоими вещами и вещами Павлика. Какими вещами? Ты чего? Павлик, иди в дом. Сейчас мама придет к тебе. Иди, малыш, поиграйся. Мама сейчас будет. Что происходит? Да ничего. Я все знаю. Павлик не мой сын. Адвокат наберет и скажет насчет развода. Ты не можешь просто выгнать меня. Ты же любишь Павлика. Ты растил его, как своего сына. Прости, ну пожалуйста. Но я тебя очень прошу, ну прости, Вадима. Ну, я думаю, что любовник расстроится из-за того, что элементы не выгорят. А знаешь, он намного больше и лучше в сто раз мужик, чем ты. Ты что, думаешь, нам некуда идти? Я тебя никогда не любила. Я была с тобой только из-за твоих денег. Просто, чтобы жить хорошо. Машину можешь забрать. Выбирайся отсюда. Я ненавижу тебя. Ненавижу. Павлуш, идем. Пойдем с мамой. Идем, малыш. Пойдем. Павлуша, скажи папе пока. Папа, пока. Пока, Саша. Он Павлик. Тихо. Сонечка, тихо, тихо, тихо. Ну, 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 ну. Тихо, тихо. Ну, давай, давай. Давай ее сюда. Ничего не сделала. Прости, пожалуйста. Все, все, все. Да, Вадим, да. Не вовремя, не вовремя, у меня ребенок болеет. Все, пока. Мышь не можешь? Мам, я на фигурку. Ладно, все, я на связи. Ты куда? В гостиницу. Еще одна гостиница. Переначем. Спасибо, спасибо, спасибо. Доброе утро. Доброе. Я тут немножко похозяйничал, ничего. Никто мне дал то. Я делал завтрак, а... Нож. Да. Вот. Спасибо. Вкусно? Ты вообще не думай, я не без рук, а я готовить умею. А борщ? Какой у меня вкусный борщ. Отец, между прочим, любил мой борщ. Чай. Да. Я поняла. Полная совместимость, ты идеальный донор. Профессор назначил дату операцию. Мы закончили. Насколько успешно, покажут ближайшие два дня. А можно к ней? Чуть позже. Она сейчас спит. Дыхание ровное, состояние стабильно тяжелое. А, Света как? Света, Света бодро. Бодро. Не волнуйтесь, они у вас. Поехали, поехали. Они у вас большие. Умнички. Поехали, поехали. Спасибо. Спасибо. Ну, как все прошло? Ну, говорят, состояние стабильно тяжелое. Спасибо за фрукты, но, Сонечка, сейчас нельзя? А это для тебя. И более того, ты должна съесть все. И не спорь со мной. Как самочувствие? Не очень. Ты мне фрукты принесла? Это тебе и Сонечке. Это передал. Очень хороший человек. Да, алло. А, я очень рада, да. Мне приехать? Ну, не чай, конечно. Мы справимся. Спасибо. Тесновато, конечно. Ну, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Главное, чтобы старые клиенты с нами остались. А офис-то? Дело наживное. Да. Один клиент точно с нами. Ну, я про Андрея. Сможешь довести его дело до конца? Ну, что, возьмешься? Садись, садись. Главное, чтобы Сонечка вышла из кризиса. Мариночка, я очень на тебя рассчитываю. Верю, что твоя дочка поправится. Спасибо. Да ты не единственная, кого Столяров уволил. Он, похоже, собирается вдвоем со своей протежей все проекты делать. Ну, значит, скоро от него побегут клиенты. Ну, хорошо, вы к нам. Я буду ждать твоего звонка. Спасибо за доверие. Да, мне тут Вадим звонил. Вадим? Я сам удивился. Спрашивал, как у тебя дела, но я не стал вдаваться в подробности. Спасибо. Так, ну, смотри. Вот это неправильно. Вот сюда вот мы будем вставлять трубу. Тут пойдет у нас. Здрасте. Марину ищите? Марина не знает, что я здесь. Тогда что вы хотите? Вопрос в том, чего хочешь ты. Я хочу, чтобы мутить перестала. Перестань кривляться. Прекрасно понимаешь, о чем я. Что ты потребовала от Марины в обмен на свое донорство? Чтобы она отказалась от Сони, да? Чего такое говорить? Я же, зверь какой-то. Я все сделаю по доброй воле. Я правда хочу, чтобы Сонечка поправилась. Я же мать ей все-таки. Да какая ты мать? Я в опеке 15 лет работаю. Знаешь, сколько повидала таких матерей, как ты? Ты котеночка воспитать попробуй. Не факт, что справишься. Марина растила Соню два года. Пока ты шлялась с ней, известно где. Пойми, твое донорство, это не геройство, это норма. Они сейчас счастливы без тебя. А ты сейчас хочешь эгоистично разрушить их счастье. Подумай над моими словами. Марина. Что ты тут делаешь? Я узнал, что твоя девочка лечится здесь. Ну, а что мне делать, если ты отказываешься со мной говорить? Его мог помочь тебе, если надо? Ты уже помог два года назад. Да, я повел себя как сволочь. Марина, я разворожусь с Викой. Бывает. Марина. 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 Бывает. Марина. Ты хороший. Я знаю, ты сейчас без работы. Иди ко мне работать. У меня есть новая работа. Я предложу вам условия лучше. А мне ничего тебе не надо. Знаю, я поступил как дурак. Все потерял. Слушай, ты молодой мужчина, у тебя все будет хорошо, у тебя будут еще дети. Прости. Да, Света. Что случилось? Извини. Да. Она как проснулась, я сразу давай тебе звонить. Я хочу мороженое. Мороженое, лапочка. Я хочу мороженое, мороженое. Доктор, она хочет мороженое, ей можно? Так, пожалуйста, все сварите палату. Пожалуйста, все. Простите. Простите. Ну что, Солнышко, как мы здесь, а? А кто это? Мороженый муж. Что здесь делают? Поняли. Давай я бы замороженое взошел. Здрасте. Здрасте. Вы загоняйте замороженое, нам очень надо. Хорошо. Спасибо. Рад. До свидания. Ну вот. Андрей. Да, Сонечка пришла в себя. Да. Так, дамы. Нам, конечно, нужен еще детальный осмотр. Заново все анализы. Но, судя по всему, девочка идет на поправку. Спасибо. Спасибо. А можно ее увидеть? Только без мороженого. А вы должны быть в палате. Пожалуйста. Да, все, пойду. Все, извините. Спасибо. Купил. Все, что внизу было. И, оказывается, нельзя мороженого. Зря мы вас гоняли. Ну, тогда, может, вы будете? А знаете, давайте я персонал роздам. Спасибо. Я к дочке. Марина, а что доктор сказал? Она идет на поправку. Да. Ярвет, я очень рад за тебя. Ну, куда-то, 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 куда-то. Не надо. Прости. А может, сидим в ресторан, весь день в проголоде? Вот самый яйц. А я к дочке. Мне сказали, еще неделю здесь загорать. Ты маме позвонила? Да, она в курсе. Еще неделю. Слушай, а что это был за мужик? Мой бывший муж. Нет, не этот. Другой. Он тебя увидел и вылетел, как ошпаренный. Хороший мужчина. Ну, раз хороший мужчина. Ну, смотри, сестренка, клювом не щелкай. Хороший мужчина на ноги валяется. Послушай, ты не приходи ко мне больше. Я решила, что уеду и больше у вас с Сонечкой не побеспокою. Ну, что так смотришь? Мы же обе знаем, что Соня будет лучше у тебя. А мне и правда нужно сначала котенка вырастить. Я провожу тебя на вокзале. Нет, уходи сейчас. Пожалуйста, уходи. Ну? Ну, уходи. Марина, я хочу сказать, что ты должна мне дать последний шанс. Да не надо. Марина. Удачи тебе. Марина. Слушай, мы так не решили. Такой кирпич будем использовать. А это не важно. А как там, Соня? Получше. Ну что, хотелось бы выпить заразорившегося Столярова. Но не буду. Есть повод, куда достойнее. За возвращение в родные пенаты. Вот. Ура. А теперь, Андрей, выбьем за ваш фундамент. И пусть его ничто и никогда не затопит. И за скорейший переезд. Сколько можно жить в бытовке? Да, нулевой цикл это всегда непросто. Но за ваш дом я спокоен. Ой, всем добрый день. А мне кажется, это наш, ой, прости, будущий клиент. Еще не предупредила, что новоселье. Я бы не приехала с пустыми руками. А, так, это не новоселье. Это скорее торжество справедливости. А чем мы можем вам помочь? Спасибо. Очень нужен проект детской площадки для одного подшефного детского дома. А что такое хороший проект? Понимаете, это же дети. Конечно, понимаем. Ну что, я вас больше не задерживаю. Пожалуйста. Что без опоздания. Хорошо. Спасибо. Всего доброго. Счастливо. Знаете, я только подумал, я вашим проектом сам займусь. О, а вы не слишком дорого берете? Ну что вы. Вам я сделаю стопроцентную скидку. Прошу вас. Спасибо. Александр. Наталья. Ботиночек наденем. Поедем. Вот так. Так. Это вам бутерброды в дорогу? Спасибо. Держи. Соня, держи яблочек. Что надо сказать? Спасибо. Держи. Ну все, буду по вам скучать. Мы быстро. Так. Давай вещи. Ага. Держи. Так. Ага. Помогай. Пошли. Да, пожалуй, провожу вас. Привет. Приехали проведать, как ты живешь? Привет. Слушай, что мы тебе привезли? Котенок. Ой, какой хороший. Как назовешь? Не знаю. Может быть, Марсик? А, заезжена. Ну, я дам Мурзик. Давай Мусик. Мурзик. Тоже хорошо. Малыш, привет. Вы, наверное, голодные, да? Голодные, да. Пойдемте, я вас накормлю. У меня есть очень вкусный борщ. Слушай, я сто лет не ею борща. Пойдем? Пойдем. 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 Субтитры создавал DimaTorzok